Я расскажу о нашем, наверное, с одной стороны, четырехлетнем опыте использования свободного ПО при подготовке будущих учителей математики и информатики, а с другой стороны, это, наверное, более чем четырехлетний опыт моих попыток внедрить свободное ПО. Ну, хотелось бы переключить. Что? А, я думал это... Сейчас Сергей подойдет туда и там переключится. А я искал в себе вину. Ну, да. Вот. Об опыте использования свободного программного обеспечения при подготовке учителей математики и информатики в Кубанском государственном университете. Так, учителей математики и информатики мы готовим, как ни странно, не на педагогическом факультете, а на факультете математики и компьютерных наук. Кроме этого, на факультете математики и компьютерных наук у нас идет подготовка по специальности математика и математика и компьютерные науки, и бакалавриат, и магистратура. Но сегодня у нас речь будет идти в основном о подготовке именно учителей. Наша кафедра информационных образовательных технологий готовит учителей. И если говорить об информационной подготовке учителей, это очень большой блок, но я его разделяю на две части. Наверное, технические дисциплины и методику преподавания информатики. О втором я говорить не буду, потому что я к этому не имею никакого отношения. А вот о технических дисциплинах, связанных с информационной подготовкой, я постараюсь сегодня рассказать. Значит, информационная подготовка на нашей кафедре и вообще на факультете идет в течение пяти лет. Да, у нас бакалавриат пятилетний. В связи с тем, что мы готовим учителей по двум специальностям. Мы учителяем математики и информатики. И на первом курсе у нас два больших предмета, которые изучают будущие учителя или вчерашние школьники. Это программирование и программное обеспечение. Тут следует иметь в виду, что ребята и девчонки, которые приходят к нам учиться, они не сдают ЕГЭ по информатике, у них ЕГЭ по обществознанию. У нас математика, русский язык и общество знаний. Вот после этого они приходят, и мы их начинаем обучать. То есть просто имейте в виду, что это совершенно абсолютно с нуля, а может даже с минус единицы. С учетом того, что они не собирались сдавать ЕГЭ. Значит, курс программирования. Он у нас большой, очень большой. В современной высшей школе он четырехсиместровый, четыре экзамена. В первом симметре они изучают основы алгоритмизации и программирование на Паскале, извините, на первом курсе. И в качестве программного обеспечения мы уже практически перешли на FreePascal и Lazarus при изучении Паскаля. Про то, что надо ли изучать Паскаля, это отдельный разговор. Пока я с этим не поборолся, но я борюсь. Параллельно с этим изучается курс программного обеспечения. Здесь мы, в общем-то, кроме стандартного набора, то, что изучается всегда, офисные приложения и HTML, даем, с учетом того, что все-таки это математики, это ЛАТЕХ, прямо на первом курсе. И в этом году я начал говорить о Макдауне. Я не буду рассказывать сказку, что у нас всегда Linux, но мы стараемся использовать Linux уже и на первом курсе. В качестве дистрибутивов пока у нас идут Debian подобные, это сам Debian и Mint. И, кроме этого, LibreOffice, ЛАТЕХ и Техстудию в качестве текстового редактора. Во втором семестре у нас продолжается курс программирования. Там мы уже начинаем изучать более серьезное программирование, потому что первый же год мы потренировались, все-таки алгоритмику они освоили. Это начинается CC++ и объектно-ориентированная программирование. Лучшие студенты получают индивидуальные задания, в том числе и по сборке библиотеки. У нас такая структура, что у нас последний четвертый семестр большой курс селекционный. И там Python я отвожу в самый конец, потому что все-таки 36 часов, там для него много. Я все-таки чуть-чуть захватываю языком C в качестве программного обеспечения. Свободный компилятор G++ и средой мы их особо не ограничим. У нас стоит гений, коды блок, но в принципе ограничений нет никаких. Что вам удобно на базе G++, то вы используете. То есть в качестве, когда переходим к Python, это и для библиотеки NumPy, Plotlib, SimPy, ну что-то еще, может, забыл. Про SimPy я чуть позже поговорю. И кроме этого, лучшие студенты у нас получают индивидуальные задания по современным технологиям программирования, связанным со свободным полом. Это в этом курсе. Вот это у нас два года, четыре семестра, мы их этому учим. Параллельно этому, в третьем семестре у нас курс математических пакетов. Ну, наверное, я уже не раз рассказывал о том, как, и не только рассказывал, но и книжки выходили, как происходит обучение мат-пакетов на базе CYLAB Octave. С учетом того, что в качестве еще одного пакета мы рассказываем максимум. Но с учетом того, что это будущие учителя, им нужен инструмент для создания конспектов. И вот здесь мы, наверное, второй или третий год используем VX максимум, и в этом году начали рассказывать кант. Очень хочется перейти в плане символических вычислений на SimPy, но тут есть, честно говоря, и технические, и методические проблемы, потому что этот курс читается раньше, чем мы доходим до Python в программирование. Ну, может, будем чего-то решать, может, все-таки я жду руководства факультета, что надо от Паскаля совсем уйти, надеюсь, и тогда эта проблема у нас уйдет. Третий курс. У нас тут мало дисциплин, связанных с техническими дисциплинами, там много методики преподавания. Коллеги читают тут здесь курс технологий веб-программирования, и веб-программирования, и веб-дизайн, разделение там числе техническое, потому что так было проще часы получить под два курса. Читается курс компьютерной графики, но это все-таки пользовательский курс, это все-таки не программисты, это учителя. И на четвертом-пятом курсе у нас завершающие дисциплины информационного профиля. Среди них следует выделить курс теоретических основ информатики. Здесь мы рассказываем студентам, как, что преподавать в курсе информатики. В основном это машинное представление чисел, машинное представление звука, графики, алгоритмы сжатия. То есть то, чего в школе хорошо бы, когда они пришли, начали бы рассказывать. В качестве лабораторных работ выступают как стандартные лабораторные работы по переводу чисел между различными системами исчисления, так и с этого года мы начали рассказывать и давать лабораторную работу по машинному представлению вещественных чисел. Это сложно не только будущим педагогам, хотя им это тоже надо знать. Но я параллельно читаю курс и на математике и компьютерной науке. Там это тоже тяжело воспринимается, машинное представление вещественных чисел. Тут же начинается курс у нас по операционным системам и компьютерным сетям. Изначально он был просто по компьютерным сетям, но в связи с тем, что не каждый год, я считаю, программное обеспечение, плюс приходят на старшие курсы студенты, которые не учились у нас на первом-втором курсе. У нас небольшой обзор по компьютеру, по операционным системам, по основам Linux. В качестве лабораторных работ выступают использование SAMB, клиента и сервера SSH, и настройка небольшого FTP-сервера. Как ни странно, несмотря на то, что они уже учатся в это время, учатся мало и много работают уже практически все учителями, на эти лабораторные по сетям они приходят. Меня это уже четвертый год удивляет, но они приходят. В качестве программного обеспечения используется любой современный дистрибутив Linux, что они себе поставили. Ну, пока у нас, еще раз говорю, Debian подобные и чистый Debian и Linux Mint, и большой курс у нас по компьютерному моделированию. Как он большой? Он, с одной стороны, всего два месяца, потому что у нас девятый семестр, у нас большая педагогическая практика, но, с другой стороны, там шесть часов в неделю. Это развитие курса численных методов, и там мы используем все ПО, которое они изучали до этого момента. Все, что касается программирования, там у нас нет никаких ограничений, на чем они пишут. На Pascal, на Python, на Python, ну, что им удобно. И математические пакеты, которые мы изучали. В курсе мат-пакетов. Магистратура. Часть из этих ребят приходит к нам в магистратуру. Магистратура у нас по направлению математики, 0.1, 0.4, 0.1, но преподавание, специализация, направленность, как это сейчас модно говорит, по преподаванию математики и информатики. Там три у нас больших курса. Математические основы курса информатики. Это продолжение курса теоретические основы информатики, но там упора больше, как и везде в магистратуре, на их самостоятельную работу. Там они разрабатывают уроки на базе свободного ПО, ну, и рассказывают друг другу, у нас там диспуты, споры на эту тему. Кроме этого, в этом году мы внедрили уже и учителям курс построения и использования свободных операционных систем в науке и образовании. Это первый год у нас это было. Там три блока. Использование свободных операционных систем семейства льдинок в школе. Что здесь? Здесь мы рассказываем, даже больше они рассказывают, как можно строить уже уроки на базе операционной системы. Если в курсе мат-основой курса информатики больше упор на прикладное ПО, то тут вот как можно использовать линукс. Подобные, в зависимости от того, где ребята работают, они получают индивидуальные задания или по школьному образованию, либо по тех, кто работает в университете или в колледжах, получают задания по лабораторным работам такого же направленности, но с упором на средние и высшие учебные заведения. И последний у нас был практикум по сборке специализированных дистрибутивов. Для них, как и будущих педагогов. Курс, и большой курс у нас общий факультетский компьютерной технологии в науке образования. Здесь, ну, с педагогами здесь сложнее, но тут они решают задачи практически по решению всяких задач математических, больше математических, потому что инженерия, это и все-таки не к ним, и с использованием свободных математических пакетов. Кроме того, это же у нас не просто студент, это будущие учителя, и они выполняют курсовые и дипломные работы. У нас уже было нескольких курсовых, но они перетекают в дипломные работы, которые защитились по свободному ПО. Вот тут свободные системы компьютерной математики при изучении производной в курсе математического анализа был у нас такой диплом. И, по-моему, два с половиной года назад, до последней предковидной конференции, мы рассказывали о дипломе, о разработке программного обеспечения для генерации образовательного дистрибутива. Это то, что было. В этом году, я надеюсь, будут защищены дипломы по теме разработка лабораторного практикума, основы работы в Linux. Он частично вошел в тот доклад, который будет у нас завтра, студенты будут рассказывать сами. И диплом у нас по параллельным и конвейерным вычислениям в курсе технологии программирования. То есть это педагогический, но не для школ, конечно. Вот это мы планируем в этом году. Что касается литературы. Мы используем все, что было издано в Linux по поводу свободного ПО программирования и матпакетов. И большое спасибо Георгии Курящеву за его книжку по вообще Linux с Кириллом, когда они уже лет 8-10 прошло, как они ее написали. На базе этого, все-таки я надеюсь, что мы напишем методические пособия по нашим курсам. Значит, в завершении. Сейчас мы используем Linux Mint в основном в наших компьютерных классах. Надеюсь, что мы все-таки, я добью руководство морально, и оно подпишет договор с компанией Bazalt, и мы будем потихонечку внедрять Linux Alt-образование, и будем дальше работать. У меня, наверное, все. Спасибо. Вопросы будут? Николай Николаевич, от вас маленький. Микрофон выключен. Ой, оно не всегда получается, Николай Николаевич. Если честно сказать, ну вот у нас мы набираем... Вы же рассказывали, что выходить нельзя, да? Да. Вот мы набираем, человек 35-40, ну вот в каждой подгруппе, сначала у вас три подгруппы, это по 10 человек, ну вот я бы 4 человека оставил бы в каждой. У меня вот какой вопрос. Евгений, спасибо большое за доклад. У меня вопрос вот какой. А скажите, вот в инфраструктуре, там у вас на факультете, в институте, на рабочих местах закрытая операционная система используется? Грустно все. Все очень грустно, мы поставили в двух у нас классах. Больше пока ничего. Почему? А... То есть интересно как раз, а зачем они вообще вам еще нужны? Для чего? Нам? Ну я считаю, что... Ну я имею в виду вам на факультете, в институте. На факультете я считаю, что во-первых, выпускник, который учился на Линуксе, он грамотнее. Нет, я не об этом. Это все понятно. Я не об этом. Я не понимаю другого. Зачем у вас... Ну давайте начнем в инфраструктуре. У вас инфраструктура. Сетевая, там серверная, там все. Есть еще там вот это Windows или нет? Есть. Почему? Рассказываю. Прихожу. Каждый год. А зачем? У нас деньги есть, у нас все работает, делать ничего не будем. Только нет, это говорится все не в лоб, конечно, отговорится все это очень... Но в этом году на удивление по-моему им стало страшно. Что и Windows не будет. И что? И по крайней мере на уровне руководства факультета, мне кажется, поступило осознание того, что надо делать что-то, кроме работ, связанных с тем, чтобы рассказывать, как использовать Windows в учебном процессе. Мне кажется, что... Ну я очень надеюсь, что это осознание ступит только потому, что они боятся, что лицензии не будут проданы. Ну, понятно, что боятся. Я не об этом. Просто дело в том, что если такое движение начинается, неважно по каким причинам, то хотелось бы понять, есть содержательные причины, и как, что нам сделать для того, чтобы стараться объяснить, что можно без этого. Или есть такие, как бы участки, вот такие работы, где без этого нельзя. Или, что меня больше всего интересует, а есть еще какие-нибудь нормативные документы у вас в УЗИ, в отрасли и так далее, которые прямо предписывают использовать... Прямо их нет. Нет? Прямо их нет. Ну вот я так понимаю, что в случае с ЕГЭ они просто так или иначе есть, да? В школе, да. В школе с ЕГЭ вы же знаете ситуацию с ЕГЭ. Она там... Они с одной стороны говорят, что можно, а с другой стороны везде Windows. Понятно. Потому что, как бы здесь вопрос не в том, чтобы там железной рукой, так сказать, как бы загнать к счастью. А для того, чтобы понимать, что нам, так сказать, как бы, что мы можем сделать для того, чтобы с одной стороны облегчить, с другой стороны понять, это происходит из-за существования каких-то инструкций, да? Думаю, что не инструкция. Или это все происходит... Нет, я понимаю, что, так сказать, как бы, что... Еще два вопроса, и все это было. Да, все, спасибо, извините. Так, давайте дальше. Следующий вопрос. Можно, да? Ну, я так просто в рамках реплики вот по поводу предыдущего вопроса я был... я преподавателем работаю в Селковском Польше, как я уже говорил, и я был в Ногинске в одном из вузов, не помню, тоже педагогический, кстати, вуз, и там у методиста я, ну, категорию защищал, вот. И они там выиграли какой-то грант, им поставили несколько компьютеров с iOS, ну, то есть с macOS. В итоге они с ними не разобрались, они их снесли и поставили Windows валеный, вот, и все. Вот просто такой жесткий консерватизм пользователь. Нет, это про жесткий консерватизм даже спорить не будет. Ну, да, то есть смешно просто. Это очень тяжело. Я не знаю, как с этим бороться. Если кто-то мне подскажет, как с этим бороться... Только жесткой рукой. Ну, так вы, вот, я другого способа не знаю. Запретить в России Windows. Нет, а другого способа нет, иначе ничего не будет. Следующий вопрос. Можно я тогда пару комментариев дам? Во-первых, почему очень сложно слезть с винды, потому что очень много оборудования в образовательном процессе используется, которое не поддерживается другими операционками. Все эти интерактивные доски, они очень жестко заточены под свой софт, и сторонними, как бы, вариантами с ними работать не получится. Получится. Мы натихаря поставили минт. Далеко не со всеми. Но с нашими получится. То есть у нас... Нет, это не работает причина. Конкретно на матфаке у нас не работает эта причина. Все зависит, да, от производителя оборудования. Ну да, согласен. Такое, оно есть. Это одна проблема. По поводу, как пересадить, к сожалению, упустили отличный момент, когда вводили Microsoft Word, там, офис 2007, сменили дизайн. Надо было тогда вернуть им какой-нибудь open office, и они такие, о, круто, я знаю, как этим пользоваться. И так бы остались на нем. Это тогда просто комментарий. Так, давайте к следующему переходить. Это время уже у нас... Ну, последний вопрос. Вы в своем докладе упомянули о том, что вы хотите вот, ну, у вас приходят люди, которые не учились программированию, вы фактически с нуля их учите программирование. Первый у вас язык Pascal, который вы хотите уйти. Вот по вашему мнению, какой язык программирования должен быть первым? И почему? Я даже не только против Pascal. Дело все в том, что, на мой взгляд, потом перспектив у них как мало. Мы время тратим на Pascal. я считаю, что и Си можно выступать как в качестве первого языка. У меня был опыт чтения Си как первого языка. И я единственное, что мне кажется, что Python не стоит читать как первый язык, потому что там спрятана алгоритмика, и они ее не видят. А по-моему, там не столь важно какой. Это такая дискуссия, которая бы не кончится. Предлагаю перейти к следующему докладу. Спасибо. Значит, следующий доклад.